Продолжение следует... Конкурс России в Париже заявило им, что они являются членами некоммерческой организации, и что им необходимо получать согласование МИДа Российской Федерации. И до вчерашнего вечера они пытались получить это согласование, а не получили. Соответственно, им не дали визы, и они физически не смогли сюда приехать. Причины мне непонятны, неизвестны, но факт остается фактом. Они мне приняты. Чуть позже мы дадим их заявление по этому поводу на английском языке. Заявление господина Жан-Консора Рульяры, генерального секретаря репортера «Безбориста». Уважаемые друзья, мне очень жаль, что я не могу быть сегодня с вами. К сожалению, российские власти не дали визу, которая позволила бы нам принять участие в этой пресс-конференции. Я очень расстроен, потому что для нас было очень важно быть именно сегодня в Москве, чтобы отдать должное, а не Политковской. Несмотря на те препятствия, которые встали перед нами, я хочу заверить вас в нашей решимости добиваться правды, а также в том, что мы никогда не забудем и никогда не перестанем искать истину, добиваясь того, чтобы в конечном итоге убийцы Анны Политковской, те, кто нажимал на курок и те, кто приказывал убить ее, были арестованы и осуждены за свои преступления. Этот год был страшным для журналистов и защитников прав человека в России, я имею в виду Наталью Стемирову и всех других, кто подвергся насилию или был убит, как Анастасия Бабурова или Михаил Бекетов, избитый. Мы все должны быть озабочены ситуацией в России, мы действительно ее озабочены, и мы все должны продолжать призывать правительству своих стран оказывать давление на российские власти с тем, чтобы они обеспечили возможность того, что в один прекрасный день СМИ станут действительно свободными в России. Мы всегда будем на стороне журналистов и защитников прав человека от России. Я очень надеюсь, что очень скоро смогу со всеми вами личностями встретиться в Москве. Теперь, что касается дела. Как вам известно, Верховный суд опять вмешался в просмотрение этого дела и на этот раз решил отправить мегастрадальные тома обратно в прокуратуру. Собственно говоря, об этом настоятельным образом просили все участники процесса. И потерпевшие, и их адвокаты, и прокуратура сама на этом настаивала, да и адвокаты подсудимых не возражали. Что это означает? Это означает, что те два дела, которые были и жили своей собственной жизнью, одно дело касалось братьев Махмудова, Курбанова и Распадного в суде, другое дело касалось предполагаемых заказчиков, предполагаемого киллера и иных причастных лиц, оно было выделено в отдельное предыдущие. Но теперь эти дела будут соединены опять-таки в одно, как в самом начале, и расслевываться будут во всей совокупности. Однако сейчас следствие не сковано никакими временными рамками, никто не находится под стражей по этому делу. Что происходит с фигурантами дел, которых многие из вас видели в зале суда? А братья Махмудовы на свободе, они, имею в виду тех, которые сидели, Джабраила и Ибрагима, они на свободе, они судьбы всему же будут в Чечне. Значит, господин Курбанова, бывший Криттон, УГОПа, который, которого считали организатором этого преступления, сейчас под стражей, и суд рассматривает другое обвинение, там какое-то выморгательство, не имеющее отношения непосредственно к нашему делу. Значит, еще один человек, сидевший на скамерах судимых, полковник ФСБ Павел Рябузов, тоже на свободе. Насколько мне известно, он не уволен в связи с органом ФСБ и находится за штатом этой долгой организации. Что касается Кемера, значит, подтверждена информация о том, что он действительно скрывается за границей. Мало того, значит, перемещается из страны в страну. Субтитры создавал DimaTorzok